Приветствую вас. В принципе, я, наверное, разделю ответ и точку зрения коллеги, ответившей вам последней, то есть вот, Марины Шуровой. Но я, наверное, немножко раскрою эту позицию и постараюсь обозначить некоторые нюансы, которые мне кажутся важными. Значит, нормы определяете вы сами, то есть как бы человек определяет нормы сам, что для него нормы, что нет, исходя из его системы ценностей. Вот. В вашем варианте подработки я ничего плохого не вижу, если не брать в расчет моральную сторону, которая является исключительно субъективной историей. Если вы можете, если вам это не доставляет особо никаких моральных переживаний и психологического давления, вы не испытываете, почему нет? А если еще удовольствие получите, так вообще будет супер. Почему нет? Другое дело, что может меняться ваша самооценка, может меняться восприятие мужчин и сектор. И вот этот момент может повлиять на дальнейшее ваше взаимодействие с мужчинами, когда, например, вы захотите построить с ними отношения. Не знаю, бывает так, что люди подрабатывают так, как вы, из-за низкой самооценки. Вот. То есть как бы, понимаете, вот это норма, то, что вы говорите, потому что для нас это норма. Но чем это продиктовано? Насколько вы свободно делаете выбор в пользу этого? Это большой вопрос. Есть люди, которые к сексу относятся очень просто. То есть как бы, секс, просто секс. Секс это удовольствие. И если я могу доставить удовольствие, там, другому человеку, да, если люди хотят, чтобы я доставлял, допустим, удовольствие им, что, почему я не могу бросать этот вид, если мне это не слой, если для меня это ничего не слой. Другой вопрос, что, если для вас это все-таки чего-то стоит. Другой вопрос, если вы чувствуете, что, вот, вы себя преодолеваете, вы себя заставляете это дело. Вот. Зато это напал. Потому что это может повлиять, как я уже сказал, на вашу личную жизнь. Вот. Вот. Такая вот эта теория. И, если мы говорим о древнейшей профессии, да, что, соответственно, там всегда были люди, как и везде, которые это нравилось, которые получали это удовольствие, которые считали, что занимаются своим делом своей жизни. Есть люди, которые просто видели в этом наметло, и вообще никак эмоционально к этому не относились, то есть, ну, в том числе, что просто делали хорошее свое работе, и все, и все. Вот. И, как бы, ну, уходя с работы, да, завершая рабочий день, люди просто забывали об этом, и жили вообще другой жизнью. То есть, это просто работа. Это просто работа, да, которую просто надо сделать, надо сделать, и все. И все. Были люди, которые от этого страдали, которые считали, что вот, я достойно большего, что вот, эта работа меня убивает, уничтожает и так далее. И такие люди есть на любой работе. И то, что вы делаете, это тоже работа. Понимаете? Поэтому, что дается от вашего отношения? Отношения к этому. К примеру, если вы хорошо выбираете себе партнера. Если эти партнеры, действительно, вот, ну, не абы кто, да, а качественные, там, такие, ну, чистоплотные, солидные люди. Вот. Если вы этим занимаетесь, там, не где-то, а в хороших местах, то почему нет? Почему нет? Ну, вот. На один годов, я считаю, что человеку нужно использовать то, что у него есть, и, если, допустим, у вас есть красота, если у вас есть здоровье, если у вас есть возможность, то почему нет? Вам было бы качественное, чтобы это не использовать. Вот. Ну, то есть использовать это вот, если вы видите для себя в этом возможность, ну, понимаете. Другое дело относитесь ли вы к сексу, как к работе, и нет ли там ничего больше, вот, если нет ничего больше, все замечательно. Я в этом ничего плохого не вижу. Единственный есть момент, что, ну, что нужно все-таки защищаться, да, использовать средства защиты, и при выборе партнера для личной жизни дальнейшей, вот, вам, вероятно, потребуется такой партнер, который, ну, уверенный в себе мужчина, вот, например, например, уверенный в себе партнер, который не будет вас винить и корить, и оценивать за то, что вы делаете. Это все-таки, если вы живете в России, то к этому отношение отношение в России такое, ну, по типу, ну, эти инквизиторов, средневековой инквизиции, вот, по типу такого. то есть, хочется, хочется, но всеми силами ненавидится. Таким образом, можно констатировать то, что ваш вопрос скорее больше вопрос морали, нежели психологический вопрос. Но за этим вопросом морали может состоять психологическая проблема, конфликт, ээээ, травмированность, ээээ, или травмастичность. Вот, если что-то такое есть, то это уже можно обсудить более подробно на личной, личной беседе с вами. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.